Друзья мои, всем привет! Сегодня покажу три классных рецепта из обычной курицы. Это дешево, доступно и очень-очень просто. Мы приготовим нарезку из куриного филе, куриные крылья и куриное филе в беконе для закуски. И начнем мы с нарезки. Берем небольшую миску и смешиваем в ней соль и перец. Можете добавить свои любимые специи. И теперь хорошенько натираем куриное филе, смесью этих специй со всех сторон. Филе можно оставить промариноваться примерно минут на 30 или жарить сразу. Жарим на очень сильном огне в большом количестве растительного масла. Масло должно быть хорошо разогретым. Жарим с двух сторон до румяной корочки. Если у вас очень толстые кусочки, то вторую сторону лучше пожарить под крышкой. На среднем огне. Для того, чтобы куриное филе точно хорошо приготовилось. Готовое филе вынимаем из сковородки и остужаем до комнатной температуры. И затем плотно заворачиваем каждый кусочек курицы в фольгу. И убираем в холодильник примерно на 4 часа. Можно оставить на ночь. Спустя нужное время достаем нашу курочку из холодильника и нарезаем на кусочки. Теперь это делается очень легко. Это филе отлично подходит для праздничной нарезки, завтрака или каких-то бутербродов. Просто обожаю этот рецепт и готовлю по нему очень часто. И кстати, таким же способом можно приготовить куриное филе для салатов. Просто быстро, вкусно и удобно. А главное недорого. Переходим ко второму рецепту. Будем готовить острые куриные крылышки, как в ресторане. Берем куриные крылья и правильно их нарезаем. В этом секрет настоящих куриных крыльев, которые подают в ресторане. Их нужно нарезать правильно. Как я это делаю на видео. На три части. Самый кончик крыла нам не понадобится. Его можно выкинуть или сложить в пакет, убрать в морозилку. И потом сварить из этих кончиков вкусный куриный бульон. Перекладываем нужные части куриных крыльев в глубокое блюдо и займемся маринадом. Мариновать сможете так, как вам больше всего нравится. Я покажу, как это делаю я. Добавляем к крыльям немного соли. У меня морская соль. Коричневый сахар. Если у вас коричневого нет, можно заменить на белый. И томатную пасту. Очень хорошо все перемешиваем, чтобы куриные крылышки были покрыты маринадом со всех сторон. И оставляем их промариноваться при комнатной температуре примерно 20 минут. Можно чуть подольше. Когда крылья промаринуются, выкладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Убираем в духовку и готовим примерно 15 минут при 200 градусах. Во время приготовления крылья нужно достать из духовки и перевернуть на другую сторону. И снова поставить на 15 минут. А мы пока сделаем соус. В ковшике смешиваем масло, сахар, соль, чеснок и перец чили. Ковшик должен быть с толстым дном. Когда соус закипит, добавляем в него томатную пасту, хорошенько перемешиваем и выключаем огонь. Вот такой соус у нас получается очень гладкий, блестящий и вкусный. Наши крылья уже пожарились 15 минут в духовке, поэтому мы их достали и переворачиваем на другую сторону. Кстати, если хотите получить у крылышков хрустящую корочку, подержите их под грилем примерно 1-2 минуты в самом конце приготовления. Теперь перекладываем горячие крылья в глубокую миску и поливаем еще горячим соусом. Хорошенько все это перемешиваем. К таким острым крылышкам идеально подойдет стебель сельдерея и свежая морковь. Их просто нужно нарезать на брусочки. Вот такие красивые аппетитные крылья у нас получились, совсем не хуже, чем в ресторане и намного дешевле, а может быть даже вкуснее. И переходим к третьему рецепту – куриное филе в беконе. Это блюдо отлично подойдет для фуршета, для праздничного стола или просто для ужина. В небольшой миске смешиваем соль и черный молотый перец. Выдавливаем немного сока лимона. Все это хорошенько перемешиваем и это будет наш маринад. Теперь режем куриное филе на небольшие кусочки одинакового размера. Складываем нарезанное куриное филе в глубокую тарелку и поливаем нашим маринадом. Очень хорошо все перемешиваем, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. И оставляем постоять при комнатной температуре. 15-20 минут будет вполне достаточно. Берем полоску бекона и плотно заворачиваем в нее наше куриное филе. То же самое нужно проделать с каждым кусочком. Эту конструкцию можно скрепить зубочисткой, шпажкой или оставить просто так. Бекон длинный, хорошо прилегает к курице и не разворачивается. Теперь берем противень, обязательно застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем наше куриное филе, завернутое в бекон. Ставим в разогретую духовку и готовим примерно 20 минут при 180 градусах. Посмотрите, какая красота получается. Такое куриное филе получается очень и очень сочным, а не сухим, как это обычно бывает с курицей. Хоть видео и не сильно красивое, потому что мы снимали его давно, но этот рецепт один из самых моих любимых. Говорю вам честно и очень рекомендую вам хотя бы раз его приготовить. Надеюсь, подборка вам понравилась. Приятного аппетита! Продолжение следует...